друзья всем привет меня зовут наталья носова мы с вами на канале дарвиновский музей дети и как обычно я рассказываю о каких-то необычных живых существах и отвечая на ваши вопросы не так давно мы выпустили видео о хищных грибах и некоторые наши зрители написали в комментариях ну вот а мы надеялись что это будет про кардицепс по не совсем понятно для меня причине кардицепс все-таки относится не к хищным грибам относится он к эндопаразитам то есть паразитам которые живут внутри организма хотя паразиты бывают разные паразит паразиту рознь есть паразиты которые со своим хозяевам могут существовать вполне мирно довольно долго не нанося большого вреда его здоровью да они могут снижать несколько уровень его жизни но это не критично но кардицепс совсем не такой кардицепс в результате заражения своего хозяина обязательно убивает это стопроцентный результат поэтому в общем вы понимаете что грань между например паразитизмом и хищничеством она всегда такая очень тонкая и тем не менее давайте поговорим об удивительном кардицепсе о грибе который манипулирует поведением своего хозяина представьте себе какие драмы разворачиваются в лесу где встречается гриб называющийся кардицепс однобокий он паразитирует на муравьях древоточицах этот вид называется компонотус леонарди муравьи древоточицы они обитают в кронах деревьев в тропических лесах и очень редко спускаются на землю у них такие есть воздушные дороги по которым они перемещаются от дерева к дереву и гнездо у них тоже расположена прямо в кроне дерева вообще надо сказать что у муравьев существует очень интересная такая коллективная защита от различных инфекций обычно если в муравейнике в гнезде появляется какой-то больной муравей и он как-то может быть не так себя ведет а может быть от него исходит какой-то своеобразный запах то другие муравьи его как правило подхватывают и просто выносят подальше из муравейника выкидывают как ненужный мусор это помогает муравьям предотвратить заражение множество других особей той или иной инфекцией но с кардицепсом такой номер не пройдет поскольку кардицепс влияет на поведение своего хозяина и делает максимально возможным дальнейшее заражение муравьев своими спорами как же все происходит в некоторых случаях муравьи древоточиться все-таки спускается на землю ну например для того чтобы переползти от одного дерева к другому и вот здесь вот они могут встретиться со спорами однобокого кардицепса спора маленькая и она когда муравей пробегает по земле может прилипнуть к его хитиновым покровом но такая спора не может быть замечена безусловно муравьем он не может от нее избавиться он спокойненько следует дальше как будто ничего не произошло но в его жизни уже случились очень важные перемены которые приведут к трагическому концу и так через какое-то время спора прорастает через хитиновый покров и попадает внутрь тела муравья дальше она начинает по всему телу разрастаться грипп образуют необычные дрожжеподобные клетки которые начинают разрастаться по всему телу они начинают разрастаться по мышцам проникают во все структуры они проникают не только в туловище они проникают в голову проникают в конечности и буквально пронизывают все тело муравья долгое время считалось что эти клетки гриба проникают в мозг и именно таким образом изменяют поведение животного но оказалось что нет не так давно ученые провели исследования они взяли муравьев зараженных этим грибом и посмотрели где же находятся клетки гриба оказалось что эти клетки есть во всех мышцах причем они проникают даже внутрь мышечных волокон они есть в голове они есть конечностях но они не затрагивают мозг вот такая вот удивительная совершенная история то есть мозг на самом деле не причастен ко всей этой дальнейшей судьбе муравья и не очень понятно до сих пор как когда если мозг не затронут гриб умудряется управлять поведением муравья ученые сравнивают кардицепс с кукловодом который при помощи нитей управляет движениями марионетки вот примерно то же самое происходит и с зараженным насекомым когда гриб уже разрастается внутри он образует такую своеобразную 3d сеть которые все клетки гриба между собой соединены и далее эта 3d сеть по всей видимости производит некие химические вещества воздействующие на организм муравья поведение муравья кардинальным образом меняется вместо того чтобы заниматься своими делами он покидает гнездо который находится на дереве и отправляется в своем можно сказать так последнее путешествие он находит растение невысокое на это растение забирается выбирает один из листьев и к жилке этого листа с нижней стороны прикрепляется своими челюстями причем выбирает он не случайно любой лист любое растение а выбирает он лист который находится с северной стороны растения на высоте примерно 25-30 сантиметров от земли именно там складываются во всей видимости самые лучшие условия для жизни гриба то есть гриб целенаправленно ведет муравья чтобы тот выбрал именно те условия которые нужны грибу для дальнейшей жизни и размножения и так муравей забрался на листочек с нижней стороны схватился с челюстями своими за жилку и в таком состоянии замер ученые называют этот процесс мертвой хваткой поскольку вскоре после того как муравей схватился челюстями за жилку мышцы его челюсти атрофируются и он же не может челюсти разжать и так гриб продолжает расти внутри муравья и через короткое время муравей погибает и из головы муравья вырастает так называемая строма это такое образование из мицелия довольно длинная такой как столбик наверху которого находится утолщение и именно там расположены плодовые тела в плодовых телах созревают споры которые распространяются и заражают других насекомых на весь этот цикл уходит примерно от 16 до 24 дней но в результате этот гриб располагается в самом благоприятном месте самой благоприятной температурой самой благоприятной влажностью хитиновый покров муравья служит грибу своеобразным таким тоже скелетом защитой от каких-то неблагоприятных условий а челюсти настолько крепко сжаты на жилке что оторвать их практически невозможно и таким образом гриб может довольно долго распространять свои споры подобные ужасные истории происходили на земле еще с незапамятных времен по крайней мере в германии обнаружена какая интересная окаменелость там в одном из карьеров найден лист возраст этой окаменелости 48 миллионов лет и на этом листе найдены следы очень своеобразные очень типичные следы от укусов муравья которые были явно оставлены вот таким вот зараженным кардицепсом насекомым то есть подобные взаимоотношения между этими видами встречаются уже очень и очень давно но история конечно очень печальная а для муравья так просто трагическая но тем не менее давайте все-таки еще поговорим о том что же такое кардицепс и сколько их на земле где они обитают кардицепсов на самом деле довольно много сейчас даже делят на несколько родов и они обитают практически повсеместно за исключением антарктиды не живут они безусловно в очень северных районах где неблагоприятные условия но встречаются по всем материкам причем встречаются например и в наших лесах тоже не только в тропиках но в тропиках их разнообразие максимально около 400 видов кардицепсов конечно они паразитируют не только на муравьях их жертвами становятся другие насекомые кроме того жертвами кардицепса становится например пауки некоторые кардицепсы могут паразитировать на других грибах например на трюфелях то есть спектр их действий достаточно широк многие люди послушав мою историю наверное начнут бояться кардицепса потому что если он так жестоко поступает с насекомыми то вполне вероятно может быть он может заразить и человека это приведет к тому что появятся люди зомби но прошу вас не волнуйтесь по этому поводу мы для кардицепса не являемся возможным хозяином в первую очередь потому что у нас довольно высокая температура тела мы ему не подходим поэтому все-таки есть надежда что ничего подобного не произойдет хотя подобные страхи у людей периодически возникают и даже есть такая целая серия игр которые называются последний из нас также потом по этой игре был снят одноименный сериал в котором авторы представили что когда-то у кардицепса произошла мутация и кардицепс стал паразитировать на людях и произошла на земле эпидемия и люди превратились зомби но тем не менее несмотря на то что для насекомых действительно этот гриб представляет серьезную опасность смертельную опасность все-таки для нас он не опасен а скорее наоборот полезен но не кардицепс однобокий о котором мы с вами говорили о другие виды кардицепса например в китае очень популярное средство традиционной медицины это кардицепс китайский растет на тибетском нагорье на высоте более четырех тысяч метров и паразитирует на гусеницах бабочек тонкопрядов эти гусеницы зараженные кардицепсом зарываются в землю там окукливается и внутри куколки происходит развитие кардицепса и впоследствии вот примерно как в истории с муравьем из головы гусеницы вырастает длинная строма которая несет споры так вот на тибете и в других прилегающих странах люди вручную собирают кардицепс этот гриб довольно редкий и найти его непросто поэтому стоимость этого кардицепса достигает 50 тысяч долларов за килограмм представляете зачем же его люди собирают сам гриб то есть и гусеницу которая на самом деле внутри заполнена мицелием гриба эту самую строму на которой находятся плодовые тела используют в качестве средства но буквально от всех возможных болезней применяют кардицепс китайский и для того чтобы увеличить вообще энергетический потенциал потому что считается что применение кардицепса оказывает такой бодрящий эффект поскольку помогает организму вырабатывать большее количество атеев которые являются таким очень важным энергетическим ресурсом нашего организма кроме того в кардицепсе найдены вещества которые являются иммуномодуляторами и они способствуют повышению иммунитета есть даже сведения о том что кардицепс китайский обладает противоопухолевой активности но и вообще помогает он практически это всего как это обычно в китайской медицине бывает и этот гриб используют уже на протяжении очень большого промежутка времени первое упоминание об этом грибе о его использовании в традиционной медицине находят в трактатах 7 века представьте с тех пор в общем кардицепс активно людьми используется сейчас проходят исследования которые доказывают что реально в кардицепсе есть биологически активные вещества которые могут оказывать положительное влияние на организм человека но цена такая огромная делает это лекарство недоступным для большинства жителей земли потому что действительно цена какая-то сумасшедшая и кроме того кардицепс китайский невозможно культивировать в условиях например лаборатории то есть культивировать его можно мицелий растет но при этом он не образуются стромы а соответственно у него не вырабатываются те самые вещества которые необходимы в лекарственных целях поэтому нашли альтернативу кардицепсу китайскому это так называемый кардицепс военный который в том числе можно найти на территории нашей страны и кардицепс военный достаточно легко культивировать просто на питательной среде и главное что он даже на питательной среде образует стромы то есть переходит к размножению образует стромы образуют споры он не такой дорогой и его сейчас очень активно используют в медицине не только в китайской но если вы наберете кардицепс то обнаружите в интернете обнаружите множество различных препаратов на основе этого гриба ну что ж друзья такие удивительные грибы существуют рядом с нами не приносят нам вред а некоторые судя по всему даже способны приносить нам пользу ну а я пожалуй на этом закончу свой рассказ пожалуйста не забывайте подписываться на наш канал и приходите к нам музей мы всегда очень рады вас видеть всем хорошего дня не хотелось бы быть в роли того муравья или этой гусеницы паразиты вообще удивительные это самые удивительные существа которые на планете обитают потому что у них есть такие способы своего хозяина заставить действовать в своих интересах что даже поразительно как данном случае например поведенческие манипуляции это прям уже самый верх вершина паразитизма как мне кажется потому что действительно сложно придумать себе что-то более изощренное чем поэтому